Привет, ребят! Вы на канале Домашние Питомцы, с вами я, Света, и угадайте, где у меня Фрея? Вы видите ее в контейнере? Посмотрите внимательней. Я ее что-то не вижу в контейнере. Где Фрея? А знаете, где она? Да она вот здесь была. За колесом, у нее там миска с сочным кормом. Ребята, все, мы поставили ей колесико. Так, я ее сейчас сюда, наверное, перенесу. Все, я перенесла ее на кровать. Здесь будет удобнее снимать. Мы поставили ей колесико. Колесико, кстати, ребята, первая реакция Фреи на колесо. Давайте посмотрим. Она ни разу не бегала в колесе, она вообще его видит впервые в жизни, потому что из зоомагазина, откуда я ее взяла, там колеса не было. То есть это колесо, которое она видит первый раз в жизни. Так. Здесь ее туалетный угол. Я ее сейчас приучаю к туалету. Давайте посмотрим. Мне интересно, она будет кататься? Она вообще попробует покататься в этом колесе? Кстати, у нее еще кугатки довольно длинные. И поэтому очень хорошо то, что мы взяли такое колесо с пробковым покрытием, потому что я заметила, что колеса с пробковым покрытием, они стачивают. То есть хомячки стачивают об это пробковое покрытие свои кугатки. Вот. И поэтому, конечно, было бы хорошо, если бы она побегала по колесу. Смотрите, гляньте, ребята, первый раз в жизни хомяк в колесе в зоомагазине колеса не было. Просто первый заход. Я уверена, что ей это колесо очень понравится. В тот угол я поставила морковку с сочным кормом, чтобы она не ходила туда в туалет. А также она у меня полезла за колесо. Тебе зачем туда? Здрасте, ты что там вытворяешь? Что ты там вытворяешь такое? Что ты там делаешь? Тебе зачем? Вот что такое? Что ты творишь? Подожди, ты что? Ты сейчас упадешь? Как так? Она, походу, еще не совсем понимает, как бегать в колесе. И бегает за колесом, а не в колесе. Вот, она у меня ходила вот в этот угол в туалет. Сейчас я провела генеральную уборку. Это была первая генеральная уборка. И в этот угол, куда она ходила в туалет, я решила поставить миску с кормом. Также я решила поставить миску с кормом вот в этот угол. Но, походу, она его куда-то вообще перетащила. Ты что там? Не здесь не должна быть миска с кормом. Там нет. Ты что? Там нет. Да, но что-то пошло не по плану. Так, надо что-то думать, короче, с этим углом. Я просто боюсь, что она может туда начать ходить в туалет. Наверное, знаете, что я сделаю? Я из миски... Да, я вот прям так и сделаю. Я из миски вот так вот высыплю сюда морковь. Да, я знаю, что это не очень. Но мне очень важно, чтобы она не ходила в туалет, понимаете, в этот угол. Поэтому я сделаю вот так, как сделаю. Потому что для меня важно, чтобы здесь пахло едой. Короче, миску она туда-сюда шатает. Поэтому я просто вот так вот насыпала эту морковь. Конечно, когда она привыкнет к тому, что туалетный угол только в одном углу, я так делать не буду. Разумеется, у меня есть специальная миска для сочного корма. Она, правда, не керамическая. Либо куплю керамическую миску. Но пока что пускай будет так. Да, не очень так хорошо делать. Согласна. Но, как я уже сказала, у меня нет выбора. Мне очень важно, чтобы она ходила вон туда. А там, где еда, где пахнет едой, они вряд ли будут ходить. Кстати, вот здесь я сохранила ее грязные опилки. И положила вот именно вот этот вот уголочек туалетный. Смотрите, она бегает в колесе. Смотрите, гляньте. Девочка ты моя, как тебе нравится. Наконец-то тебе будет есть чем заняться по ночам. Да, а то ты тут по ночам такие сумасшедшие вещи вытворяла. Что-то тут с ума сходила, что-то прыгала, бегала, носилась. А сейчас вот будет в колесе хоть бегать. Это колесо 25 сантиметров по внутреннему диаметру. И мне оно кажется здоровым. Внешний диаметр там у него 27, по-моему. А внутренний 25 сантиметров. И да, для меня кажется это колесо реально большим. Вот. Ну, Фрея довольна. Я смотрю, Фрея там сейчас бегает. Да, тебе нравится? Это теперь и твое колесо. Да, так весело теперь будет бегать по этому колесу. В общем, ребята, первая реакция хомяка на колесо. Понравилось. Зачет. Фрея оценила. Ей оно явно очень понравилось. Смотрите. Кстати, она очень быстро поняла, как в нем бегать. Надо же. Смотрите, как бежит. Ой, как бегает. Прям так быстро. Давай, беги, Фрея, беги. Беги, беги. Господи, хомяк просто счастлив. Невозможно оторваться. Ой, она еще пока не понимает. Такое может быть, ребята, когда первый раз хомяк в колесе. Он может оттуда даже немножко вылетать. Вот. Ну, потому что надо приноровиться. Они не совсем понимают, что оно крутится. Да, вот. И они могут резко остановиться и улететь куда-нибудь. У меня так с Лейсом было. Он первые два дня реально вылетал из колеса. Да, сейчас уже, конечно, бегать нормально. Вот. Так что, если ваш хомяк первые два дня вылетает, это, ну, нормально. Она, смотрю, не вылетает. Но она вот пока, видите, как-то у ней не понимает, как она это. Затормозить, скажем так. Она тормозит так очень интересно. Ну вот. Хоть коготки тебе сточим. Да. Так. В общем, хомяк оценил. Фрейи очень понравилось. Походу, она теперь всю ночь будет бегать в колесе. Ну, что ж, это лучше, чем грызть поилку, сходить с ума, прыгать по контейнеру. И просто тут все переставлять, перестанавливать, что-то бесконечно грызть. В общем, если это видео вам понравилось, то обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новых видео о Фрея. Любите животных и до новых встреч. Я снимаю видео очень часто, поэтому обязательно ставьте колокольчик рядом с подпиской. Надеюсь, вам понравится у меня. До новых встреч.